Девчонки, всем привет! Меня зовут Таня Горенович, я вас рада приветствовать на моем канале. Сегодня мы с вами будем делать очень легкий, быстрый макияж, но очень модный сейчас тоже. Вообще, честно говоря, на весну использовать оттенки красивые, фиалковые, розовые, светло-голубые, такого зелено-голубого цвета, это прям вот супер хит. Это модно, поэтому не стесняйтесь, сегодня я вам покажу одиночий простой макияж, который вы сможете с легкостью повторить, при этом и будет смотреться модно и стильно. Итак, поехали! Тоник Бабр. Очищаем лицо. Наносим крем, это у меня Веледа, буквально вот столько, на пальчики, и увлажняем свое лицо. Следующий продукт, о котором я вам хочу уже очень давно рассказать, это вот такая вот штучка, база, праймер, как хотите, называйте. Это Pink Perfect Creme от марки Arborian. Что делает? Во-первых, по текстуре, это вот такая кремовая консистенция, которая немножко бархатного такого на ощупь эффекта. При нанесении красивое, легкое свечение, выравнивает кожу, немного сужает поры. Можно использовать, девчонки, на каждый день в качестве праймера под макияж или отдельного продукта, если у вас, например, вообще идеальная кожа и ничего вам не нужно. Я наношу пальцем. Очень красиво смотрится. Смотрите, кожа светится, сияет. Мне уже не понадобится никакого добавочного подсвечивающего эффекта. Не нужен будет ни хайлайтер, вот, потому что красиво выглядит. И если, девчонки, у вас жирная кожа, не бойтесь, она не будет выглядеть, как жирный блин. Такие легкие локоны у меня сегодня получились необычные. Так, волосы хочу, чтобы просто не мешали. Уберу на один бок. Там у меня прилегли тюльпаны полежать. Следующий продукт будет тоже из этой же марки. Сегодня сделаю полностью лицо на марке Эрбориан. Это CC крем в оттенке Клэр. Это лично мой цвет. Самый светлый. Есть еще у них оттенок Дор. Он такой темненький. Вы знаете, да, что CC крем по цвету белый. Вот. Но когда я его наношу на лицо, он под меня подстраивается. Кисточка Монли 123. Я прям набираю вот так вот. И начинаю втушевывать в лицо. Тоже, кстати, у CC крема есть очень необычный эффект. Он, например, если где-то у вас активная краснота, то эту красноту перекрывает. Если где-то у вас есть там синячки, то на эти синячки также перекрывает CC крем. Можно заводить под глазом и на глаза. Кожа создает легкое свечение. Идеальный продукт на весну и летом. Я люблю его вот на щечках немножко как будто бы втамповывать вот так. В остальном наношу слегка подтушевывая наверх. И лоб по массажным линиям тоже растушевываю. На глазки наношу втамповывающими такими движениями. Эффект очень красивой сияющей кожи. При этом она выровнена и выглядит очень-очень здоровой, напитанной, свежей. Мне очень нравится этот CC крем. Для тех, кто хочет выбрать между CC и BB, объясняю разницу. BB крем, он бы оплотнее. Он не белый, он уже с цветом. Он более матовый. И он не такой прозрачный. Поэтому, если хотите, берите BB. Дальше, значит, наношу консилер под глаза. Так как я сегодня немножечко не выспалась, то под глаза мне консилер обязательно понадобится. Это будет также марка Airborne. Сегодня вот прям хочу сделать именно ей. Наношу вот немножечко под глазки. И этой же кисточкой я как будто бы слегка подтушевываю. Он BB, он легкий. Он в одном цвете, девчат, вот такой. И у него немножко серовато-розовый пигмент для того, чтобы перекрыть наши синячки. Совершенно никак он не перегружает кожу. Очень люблю его. Посмотрите. Очень красиво. Припудривать не буду, так как у меня кожа сухая. Но следующий продукт будет у меня целая палетка даже. Марка Kevin Aquin. Я думаю, что вы знаете такую марку. Очень популярна Kevin Aquin. Знаете чем? Именно вот этой палеткой. Именно палеткой скульптурирующей. Вот у меня тут три скульптора. Холодный потеплее, теплый темный. Два хайлайтера и румяна. Огромное красивое зеркало. Вот. В который я сейчас и буду краситься. Кисточку N-Beauty А3 и набираю верхний скульптор. Немножечко подстряхиваю и прорабатываю зону скул. Мне на весну нужны очень легкие, аккуратные, красивые скулы. Именно поэтому я буду брать такую пушистую кисть. Также немножечко наношу на краевую нашего лица. То есть прям зону челюсти. На лоб. Вообще, конечно, такая палетка очень удобна в нашем таком девчачьем столике. Смотрите, как красивая тут упаковочка. Открываешь и уже нравится. Вот прям девчонки очень легкие скулы должны быть, но красивые. Так как я не загорела, и мне, конечно, самый верхний оттенок, да, он полегче, самый лайтовый. Потом есть потемнее, тоже холодный. Ну, уже немножечко можно под загар. Дальше буду брать румяна. Румяна можно набирать в разных, как бы, категориях, да, то есть похолоднее, полегче. Здесь будет больше сияния, здесь будет порозовее, здесь будет потеплее, здесь будет совсем бронзовый. Я буду брать вот отсюда. Этой кистью наношу на яблочки. Очень легкий румянец получается, нежный. Посмотрите сразу, как я уже прям стала весенняя, весенняя, красивая. Под свои тюльпанчики подхожу. Почему этой же кистью? Она достаточно пушистая, легкая. Я немножечко стряхиваю оттенок скульптора и немножко наношу румяна. Они подсмешиваются. Грязи не получается, но получается очень красивый, свежий эффект. Вот. И кисточка для тона. Кисточка для тона слегка подтушует границы вот здесь, чтобы не было прям активно-активного цвета. Очень красиво. Палетку рекомендую. Также беру сейчас хайлайтер прямо на пальчик. Самый светлый. Этот уже потемнее для загара. И немножечко прорабатываю им зону под бровкой. Зону вот сюда вот скул. Губа верхняя. И с другой стороны. Пальчиком, легким движением сильно не надавливаем. Как будто бы просто вот гладим себя по этим зонам. И тогда получится, что хайлайтер наносится очень нежно. Бровки. Девчонки, бровки так как недавно красила, поэтому просто возьму и сделаю тушью своей любимой от Сорме. Конечно, она уже заканчивается, бедная, вот по уголкам. Распределяю немножко вот так бровки наверх расчесываю и увожу в уголок. Конечно, я не могу найти что-то такое прям подобное, как у Сорме. Поэтому и не буду больше пытаться. Лучше буду ждать заказ. Девчонки, переходим к глазам. И для начала мы их подкрутим обязательно. Керлер у меня марка Шадо. Я уже говорила, как важно иметь крутой керлер один, потому что классный керлер подкрутит вам ресницы так, что вы их вот подкрутили и можете с ними целый день с такими подкрученными ходить, по сути. Если даже не хотите их подкрашивать, вдруг вы их краской только красите. Если керлер будет обыкновенный какой-то, то вы подкрутите, а они у вас уже упадут через минут 10. И будем наносить тени. Вот такая палетка Daydream, называется это Tom Ford. Очень красиво делала как-то вам с ней макияж, делала прямой эфир. А сегодня я буду использовать только вот эти вот, чтобы создать фиалковый эффект на глазах. Возьму кисточку N-Beauty A15 и набираю самый светлый оттеночек. Завожу в уголок. Обратите внимание, что не нанесено у меня никакой базы. Значит, эти тени достаточно пигментированные, яркие, но мне хочется от них более легкого эффекта, более нежного, более весеннего. Поэтому базу не наношу, держаться будут. Есть у меня там консилер немножко. На консилер хорошо подклеятся тени. Знаете, в чем еще фишка этих теней? Что если вы наносите на базу, то они будут такими прям более плотными, более насыщенными. Без базы будут более легкими. Продублирую сразу на губу. Красиво будет эффект свечения. Дальше беру вот этот оттенок. Он немножко фиалковый. Набираю на эту же кисть и начинаю им прорабатывать зону у ресничек. Но не завожу в складку. Вот. Очень красиво сияет. Ну, очень просто красивый цвет. Девчонки, не бойтесь этих оттенков, потому что они смотрятся модно. Они подходят для, в основном, конечно, холодного цветотипа, для блондинок. Но если вы вдруг решите сделать себе его брюнетку, вам тоже будет очень-очень красиво, благодаря последнему цвету, который я вам сейчас покажу. Это вот этот цвет. Он выглядит опасно, но на, так скажем, на деле выглядит шикарно. Возьму кисточку уже попушистей. Это у меня 24-я N-Beauty. Набираю и начинаю заводить его в складку, смешивая немножечко с предыдущим оттенком и с нашим светлым цветом. И подтушевываю наверх. Прям буквально остатками вытушевываю этот цвет наверх для того, чтобы создать красивый эффект легкого-легкого оттенка. Смотрите, вы даже сюда под бровку увожу и подтушевываю наверх. Вы можете делать его и носить с светлым платьем, с серым оттенком. Вот я сейчас перед вами сижу, с розовым платьем, с голубым, с фиолетовым, с белым. Следующий этап мы красим реснички. Тушь будет сифара, кинескоп. Прокрашиваю реснички хорошенечко, приподнимая их наверх. И это еще не все. Вы можете оставить глаза вот так, если вас устраивает, например, очень-очень легкий вариант. Я добавлю сегодня стрелку. К этому, ко всему макияжу, добавляю еще черную стрелку. Это будет у меня лайнер марка, он называется Kat Von D. Он достаточно водостойкий. Голову запрокидываю, вы видите. Над ресничками держу лайнер и подвожу аккуратную стрелку. Вот такая получилась аккуратненькая стрелка. Посмотрите, один глаз уже более насыщенный, другой более лайтовый. Вы уже можете выбрать для себя в будущем сами, хочется ли вам поярче или полегче. Лайнер очень хорошо прокрашивает поверх даже теней. Несмотря на то, что это большая частая проблема всех лайнеров, немножечко вот так мы потрясли, всегда держим над ресничками сам хвостик и как будто бы параллельно движемся. И тогда он будет классно прорисовывать. Вот такие получились стрелочки. И теперь разберемся с губами. Возьму карандаш номер 072. Остался уже совсем маленький у меня. Это марка Rouge Bunny Rouge. И обведу полностью свои губы. Карандаш у меня специально холодного оттенка, чтобы все очень красиво вместе смотрелось. А теперь нанесу блеск тоже марки Rouge Bunny Rouge. Очень красивого цвета. Номер 080 на серединку. Ну что, девчонки, вот такой у меня получился красивый макияж. Очень, не знаю, такой светящийся. И даже несмотря на то, что здесь виднеется ярко черный, стрелки, он все равно смотрится нежным, весенним, бомбически красивым. Я вам рекомендую попробовать его сделать и со стрелками, и без. И я рекомендую просто сейчас обратить внимание на такие насыщенные оттенки. При этом, чтобы они смотрелись нежно, их красиво растушевывать, и у вас получится настоящее весеннее настроение. Пишите мне в комментариях, понравился ли вам такой макияж. И до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Там тоже очень много интересного нового. И до новых встреч. Пока-пока.